Добрый день, дорогие читатели «Про Владимира». Это очередной стрим «Про Владимира». Проводим, как обычно, в четверг. Но сегодня не будет Алексея Шлепушникова, к которому вы все привыкли, поскольку Алексей сейчас находится за пределами России, там, где тепло и хорошо. Сегодня вместе с вами главный редактор сайта «Про Владимира» Дмитрий Резников и наш специально приглашенный гость, профессор, доктор политических наук Роман Евстифеев. Я думаю, что большинство наших читателей совершенно точно его знают. Сегодня мы поговорим обо всем, что произошло в течение последней недели. Пожалуй, главная тема, которую мы сейчас немножко подзабыли, потому что сегодня уже четверг, а в прошлую пятницу состоялось первое заседание Законодательного собрания Владимирской области нового созыва, где произошло, прямо скажем, много всего интересного. А помимо того, что произошли вполне обыденные и понятные явления вроде назначения на третий срок Владимира Киселева, кстати, вот здесь Роман Владимирович... Выборов. Вы ожидали выборов? Ну, после тех результатов второго тура, очевидно, что Киселев как раз и должен был стать еще раз представителем ЗС. А вы знали, кто бы был, если бы Орлова победила в первом туре? Ну, можно предположить, но это уже не имеет значения сейчас уже. Какая разница? Ну, Роман Владимирович как настоящий дипломат, а я вам как менее дипломатичный человек и более молодой скажу, что новым представителем ЗС в случае, если бы победила на выборах Светлана Орлова, стала бы Ольга Николаевна Хохлова. Это такой секретарь. Ну, давайте, могла бы стать. Могла бы стать, с вероятностью 99,9%. Ольга Николаевна Хохлова – это секретарь полицовета Единой России, то есть, главный формальный единоросска Владимирской области. Это приближенная к Светлане Юрьевне особа, человек, который с ней ходил по всем мероприятиям во Владимирской области, при том, что Владимир Киселев всегда был где-то вот в стороночке. Роман Владимирович, все-таки логично назначение Киселева. И почему, кстати, почему логично назначение Киселева по итогам выборов? Вот вы сказали. Ну, это все понятно, как вы уже тоже сказали, да, Киселев при губернаторстве Светланы Юрьев действительно отошел несколько в сторону и, так сказать, трудился и выполнял функции не очень публично. И поэтому при победе Орлова, если бы такая вот таковая состоялась, планировалось куда-то Владимир Николаевича отправить в почетную командировку, если не сказать ссылку, ну, например, там в Совет, например, Совет Федерации, там еще куда. А поскольку не случилось, Светлана Юрьевна собирает, наверное, надеюсь, чемоданы, то Владимир Николаевич остался в руля законодательного собрания, без больших проблем его переизбрали опять. Но мне кажется, Владимир Николаевич, он сейчас делает такой вид, что он как бы не очень-то этого хотел, что ему пришлось. Ну, вы знаете, трудно сказать, какой вид он делает, может быть, и так. Но я думаю, что в этом кресле он как бы органичен, на мой взгляд. То есть, вполне в пределе. Нельзя сказать, что тут он смотрится народным каким-то телом. Ну, вот тело смотрится очень хорошо, и голова в этом кресле. Ну, надо же понимать, или вы согласны, не согласны с этим тезисом, что вот Светлана Орлова была сильная губернатора, которая подмяла под себя, соответственно, законодательное собрание, и можно назвать теперь законодательное собрание вот этих пяти лет, прошедших таким принтером, да, как Госдуму при Путине называют. То есть, сейчас при, так скажем, более слабом губернаторе Сипягине, у которого, соответственно, меньше ресурсов, меньше влияния, и как бы он вообще прямо, скажем-то, случайно стал губернатором, да, при этом протестном голосовании, а роль законодательного собрания в эти пять лет следующий, я так думаю, что вырастет. И что Владимир Киселев и его команда, вот эти все ребята в ЗЭС, они все вспомнят свои навыки, как они боролись с Николаем Виноградовым, и первое заседание, где ограничили полномочия губернатора Сипягина по выбору его заместителей, да, их, я объясню нашим читателям, кто не знает, ЗАГС собрания принял закон, при протестах оппозиции в ЗЭС и при протестах губернатора приняли закон, согласно которому Владимир Сипягин обязан согласовывать своих заместителей с законодательным собранием. То есть, почему-то Светлане Орловой, наш тихий орган народный, такого не предлагал. Непонятно почему. То есть, мы, конечно, все понимаем, почему, но они нам этого не скажут. Вот, как думаете, будет дальше? Мы очень много тут всего сказали, очень долго, да, и много вопросов, на самом деле. Я бы тут, ну, попробовал бы сказать все-таки с профессиональной точки зрения, я ученый, занимаюсь политологией, а не, так сказать, предположением и некомментированием. Много у нас политологов, всяких комментаторов, да, я все-таки занимаюсь более конкретными вещами, исследую. Поэтому вы в нашем эфире, Роман Владимирович, а не кто-то еще. В разные, значит, бывают люди в вашем эфире, поэтому это хорошо. Вот, поэтому с профессиональной точки зрения скажу. На самом деле, то, что парламент решает ограничить полномочия губернатора в назначении, ну, не ограничить, скажем так, несколько вмешаться в полномочия губернатора по назначению заместителей, в этом ничего нет ни плохого, ни хорошего, ну, это нормальная ситуация. Так было, кстати, в Владимирской области так было. Некоторое время назад, когда губернатором был представитель другой политической партии. То, что они сегодня это вспомнили, ну, это логично. То есть, это логичный ход, который напрашивался, и я думаю, что, ну, как бы я воспринимаю это как норму. Ничего плохого в этом нет. То есть, продолжение, как бы, демократии в Владимирской области. Ну, я бы так не сказал, это очень глобально, и как бы продолжение темнее. Это не продолжение демократии. Уравновешивание всей власти. Есть такая возможность, они и воспользуются. Другое дело, здесь очень тонкий момент есть. На самом деле, два тонких момента. Первый тонкий момент. Ну, я сразу, можно, так сказать, своими? Конечно. Прямо вот как есть. Ну, не так резко, не по-хвостовски, так сказать, но близко к этому. На самом деле, нынешний избранный губернатор Сипягин, у него главная проблема сейчас – проблема легитимности. Не знаю, насколько это понятно, но это легитимность в глазах элиты, и легитимность в глазах населения тоже низкая. Потому что все знают, вот те 250 тысяч, которые голосовали за него, чтобы понимали, ну, там 248 с чем-то и так далее, плюс еще там всякие испорченные и так далее, 250 тысяч. Они понимают, что голосовали не совсем за него. И поэтому у него сейчас есть эта проблема легитимности. Потому что мы, граждане, электорат, мы, в общем-то, наверное, не совсем за вас, Владимир Владимирович, голосовали, поэтому у вас проблема. И это понимает элит, это понимает население. Что ему делать в этой ситуации, непонятно совершенно. То есть, вот такой вакуум, вокруг него образовавшийся, и этим вакуумом будут пользоваться другие политические силы. Вот первыми, так сказать, встрепенулись, соответственно, Единая Россия, и они пытаются тоже залезть на эту поляну и там поделить какие-то полномочия. Но это политика, так и должно быть, это нормально. Как только ослабевает исполнительная власть, туда залезает. Это нормально, чтобы вакуума не было, понимаете. Вакуум – это совсем плохо, когда некоторые безвластия. Это довольно тонкий момент, надо понимать. Но еще один тонкий момент. Ведь когда принималось это решение на законодательном собрании, Владимир Сипягин был там в качестве депутата и в качестве еще не губернатора, но избранного. Но он высказывался против. Вот они могли бы этот вопрос перетереть, говоря простым языком, так сказать, прям там же. Но они пытались же это сделать. Ну, нет, нет, там никаких, судя по стенограмме, я не присутствовал, слава богу, на ЗС. А можно трансляцию в интернете смотреть? Ну, да, на стенограмму не было возможности, а вот пробежать стенограмму удалось. Я так понимаю, что ему никто не предлагал. Ведь загвоздка, и там высказывался об этом и Сипягин, и Шевченко, и Киселев, была в том, что этот закон надо рассматривать после того, после инаугурации. Ну, конечно, это логично. Почему Орлову подписывает закон, который ограничивает не ее власть, а власть Сипягина? Ну, это справедливо вполне, наезд. Ну, понятия справедливости очень разные здесь. С точки зрения юридической здесь нет, ну, как бы это чистой процедуры. Ну, на мой взгляд, можно и так делать. Другое дело, как она была сделана, там есть, значит, претензии к процедуре и прочее. Ну, то, что, например, там один депутат не нажал кнопку, якобы. Сама, значит, да, причина переголосования и так далее. Процедуре можно придраться. Да, сама процедура юридическая, сама постановка вопроса юридических вполне чистая. Ну, так вот, можно же было договориться, если бы Сипягин или Киселев сказали, давайте мы вот это, все-таки этот вопрос примем, но потом он будет чистым, абсолютно чистым, без всяких. Но Сипягин-то тоже как бы не пошел на такие вещи. Ну, во-первых, возможно, Сипягин не до конца понимает, как это все устроено, а во-вторых, нет, хорошо, как депутаты... Ну, что вы обижаете человека, он был два срока депутатом. Один. Один, да. Ну, один, да. Нет, вот, подождите, но Киселев и все единороссы, они бы не стали бы это переносить на следующее заседание, хотя бы потому, что... Почему? Сипягин бы просто не подписал. Вот это другой вопрос. Потому что нужно квалифицированное большинство, которого нет у Единой России... Вот если бы отношения между ними были бы такими, как они сейчас описывают... Вот почитайте их, как они говорят, мы уважаем там того... Они вначале всегда не уважали, а потом сразу начали конфликтовать после этих слов. Если бы это было так, тогда бы они договорились. Ребята, мы выносим это потом, а вы подписываете. Он говорит, да, окей, это нормально. Но вот этого не было, потому что они понимают, что здесь все не так. Что он этого не подпишет, и он это тоже понимает. Поэтому все это игры, которые в результате закончились тем, что закон принят и подписан действующим губернатором, пока он действующий, я имею в виду Светлана Юрьевна Орлова. А дальше с перспективами судебными они пусть сами разбираются. На большом счёте нам-то с чего? Они как бы приняли, ради бога, согласовывайте. Хуже не будет, пусть согласовывают. Наши комментаторы, Роман Владимирович, пока ничего нам по делу не написали. Только пишут приветы. Поэтому мы сейчас обсудим, что у нас там дальше про списание. А, да, в продолжении этой темы про Светлана Орлова, которая сейчас, прямо скажем, занимается, наверное, не теми вещами. Она, в частности, там вот Лидии Филипповне Смолиной на следующий день после второго тура говорила, что, коллеги, мы с вами ещё, наверное, немножко поработаем. Вот, Лидия Филипповна, вот вы сейчас обратите внимание на отопительный сезон. Я прошу вас здесь вот сейчас поработать. И, как выяснилось, Светлана Орлова отправила Лидию Филипповну в разгар установки этого отопительного сезона в отпуск. Точно так же, насколько мы знаем, сейчас уйдут абсолютное большинство вице-губернаторов, так называемых варягов, которые пришли во Владимирскую область вместе с Орловой в отпуск. Все эти ребята сейчас, например, как минимум до ноября уходят в отпуск. Владимир Сипягин вступает в должность 8 числа на инаугурации. И с 8 октября до начала ноября, как минимум, Владимир Сипягин будет работать со своими заместителями, которые остались с Орловой, со времён Орловой. И при этом все эти ребята будут сидеть в отпусках. То есть, работа Белого дома, скорее всего, будет парализована. И что это? Как недиверсия со стороны Орловой. И самое главное, Сипягин не сможет их уволить, пока они находятся в отпусках. И Сипягин не сможет, соответственно, назначить новых людей из своей команды, которые там, возможно, где-то есть. Ну, смотрите, начнём с самого глубинного. На самом деле, вот эта модель, которую вы нарисовали, она вполне естественная в той системе, в которой у нас называется администрация Владимирской области. Потому что, если бы это было, скажем, ну, например, правительство, там была совсем другая ситуация, потому что обычно правительство уходит в отставку после, значит, без вопросов, и всё меняется. А вот в ситуации с администрацией, зря, кстати, вот Владимир Сипягин говорил, что это не нужно, это всего лишь перемена вывески, там денег, трата денег. Там есть юридические последствия. Можно ведь и без больших трат провести реализацию, но юридически это совсем другие инструменты вступают в силу. Ну, хорошо, он получил то, что он хотел. Он высказался против правительства. Вот тебе поработай теперь в такой ситуации. Очень хорошо. Второе. Относительно того, что, как вы говорите, там хаос всё погрузит. Ну, давайте не будем пугать людей. Вот мы здесь сидим. Всё, уже деньги перестали поступать. Пока тепло. Уже «Газпром», говорят, отказался от планов построения стадионов. Уже всё, уже область сипится. Завтра пенсии отменят уже, без Орлова. Всё, хана. Вы только скажите, что вы шутите. Нет, я пошутил, ребят, всё хорошо будет. Всё тепло, видите, у вас тепло. У нас, кстати, в Академии холодно пока не дали. А у вас депутат Единоросска Артухина возглавляет, между прочим. Что это такое-то? Это не очень просто. Президентская академия, между прочим. Да, а здесь у вас тепло. Не знаю, почему. Так вот, второе. Ничего катастрофического пока не происходит. При ушедших в отпуск заместителей можно назначать его, там ещё кого-то. Пусть назначает, потом этих увольняет и вызывает из отпуска или увольняет после ухода. Там есть юридические процедуры. Ну, что вы? Всё прописано в наших законах. Надо им только действовать и руководствоваться. И у Сипягина есть юристы, надеюсь, разберутся. А если нет, тогда плохо тогда. Ну, вот очередной. То есть, в эту же тему про назначение нового директора Департамента культуры. То есть, была в Рио Вера Зинатулина, которая, прямо скажем, почтенная возраста, которая последние годы не особо работала. Ну, давайте не будем, но не почтенная. Да нормальный возраст. Человек просто у нас так законно был. По закону. По закону её нельзя было назначать. Мне рассказывали истории, где она даже не знала, кто у неё заместитель. Ну, мало чего, я тоже забываю что-нибудь в жизни. Я, может, тоже почтенный возраст. Давайте мы не будем вот так... Нет, вы не настолько почтенный возраст. Потому что я тоже забываю. Нет, хорошо, здесь вопрос... В голове много... Давайте вопрос-то не в этом, да? Нет, это вопрос этический, Роман Владимирович. Да нет никакой этики здесь. Ну, какая тут этика? Назначают нового руководителя Алису Берекову. Подписывает Орлова, уходит и работает с новым руководителем Сипягина. Ну, и что? Ну, надо же не так просто руководителя департамента уволить, если что, вдруг. Если надо, уволят. Что за проблема? Я не очень понимаю. А вы считаете, что новый руководитель департамента будет вредить культуре Владимирской области, да? Ну, вот уже какие-то фестивали... Ну, это не калисть Сибирякова вопрос. Ну, тогда чего? Тогда какие вопросы? Это вопрос, и к ней тоже. Это как бы объяснение требуется этому. Я бы, конечно, с удовольствием послушал бы объяснения, но не такие, что просто вот не получилось, а всё-таки серьёзно. Пять раз получалось, а в этот раз не получилось. В чём дело? Не нужен нам это? Может, а нам не нужен вообще тогда возникает вопрос? Кто? Фестиваль этот. Ну, что? Конечно. А культура? А скрепы? А что это? Вот, может, не надо тогда? Если так легко от него отказываемся, дайте не будем его проводить. Так вот, спонсоры отказались, потому что это не Орло. Орлов не выиграл выбор, и спонсоры отказались. Это дурацкая система, когда всё зависит от каких-то незведомых нам спонсов. У нас вообще дурацкая система по всей стране, но о чём вы говорите? Вот не надо. Давайте. Вот таких обобщений я могу тысячу наделать. Давайте. И они на самом деле ничего не несут, кроме того, как у нас тут дурацкая. Всё это не так. Давайте разбираться всё-таки. А вот эта модель, когда мы зависим... Вот культура. Вот культура зависит от какого-то неведомого спонсора. Ну, это разве правильно? Нет спонсора, нет культуры. Ну, это беда просто тогда. Вот такую систему нам создал предыдущий губернатор. Так мы теперь это знаем. Да, вот это так. Что культура зависит от каких-то спонсоров. Ну, это беда. Это неправильно. Давайте по-другому строить культуру тогда. Чтобы она зависела не от спонсоров, а от чего-то другого. Может быть, не обязательно только от бюджета. Может быть, от нас с вами каким-то образом. Роман Владимирович, поступил вопрос не в тему, но от Алексея Шлипужникова, который сейчас находится по ту сторону Атлантического океана. В чем он не отдыхается. Да, Алексей, Алексей, почему вам... Во-первых, напишите нам в комментариях, почему вам не отдыхается. А во-вторых, я сейчас зачитаю вопрос. Вопрос Роману. Теперь-то прямые выборы мэра вернут. Это про мэра города Владимира. Роман Владимирович, вернут ли прямые выборы мэра при новом губернаторе? Я думаю, как бы не убрали губернаторские выборы, а тут прямые выборы мэра. Пока не убрали губернатора Сипягина, либерал-демократа, так или иначе. Значит, возможно, надо как-то протискивать эту тему обратно. Не знаю. Пока есть возможности. Ну, вы же представляете, в принципе, люди, которые принимали решения по отмене прямых выборов, они же остались все же, там же и сидят, и в горсовете, да и стратегии... Так люди за них голосуют, значит, людям все нравится. Ну, все очень хорошо. Зачем возвращать прямые выборы? Конечно, нет. Я не думаю, что это первостепенная задача для нового губернатора. Он сейчас будет думать, как бы протолкнуть такое решение. Я думаю, что это не то, что... Ну, встретиться с кем надо, с главой города, все-таки самым главным человеком у нас. Ну, хорошо. С Ольгой Деевой, и на двоих решат. Все решат. Да и решат оставить как есть пока. Я не думаю, что это входит в первоочередные задачи сейчас об этом. Вот люди пишут, хочу... Нет, я пишу, для меня это входит, для них не входит. Пишут, хочу быть директором департамента образования. Роман Домович, а кем вы хотите быть? Я уже есть, вот я. Вам вы уже есть. Я уже есть. Будьте довольны тем, что вы есть. Я очень доволен, да. Мне все нравится. Нет, это шутка. У нас, конечно, есть какие-то амбиции, есть какие-то интересы. А если вас позовет новый губернатор в Белый День? Конечно, я не способен ни чем управлять. Я не хочу. Почему? Ну, советникам. Мне своя жизнь... Советникам, без прав в подписи, без материальной ответственности. Давайте не будем придумывать что-то. Не придумывать, а вдруг. Не, ну, гипотетически нет. У меня есть интересная деятельность, работа и прочая наука. Я и занимаюсь. Пока я доволен. Кстати, вот куда пропали все ваши публичные мероприятия прекрасные, которые владимирцам полюбились ваши? Роман Владимирович просто в определенные годы проводил регулярно публичные лекции, публичные экскурсии. Самая чудесная лекция, экскурсия была про то, как воеводу в 17 веке скидывали в реку Клязьму. Я очень рад, кстати, очень доволен, что наша инициатива, она нашла отклик, сегодня Владимирцы занимаются этим просто... Ну, почитай, есть сообщество там ВКонтакте, где... Экскурсии для Владимировича. Да, шикарные. Там каждый день что-то люди проводят. Ну, каждую неделю. Ну, каждую неделю, да, вообще супер вообще. Минутка рекламы на канале. Я иногда туда вклиниваюсь, что-то провожу раз в год, просто времени уже нет. Ну, здорово вообще, это же пошло. И все от бесплатной? Ну, практически, да, на 99%. Там любой экскурсовод, в принципе, может поставить какую-то свою... Ну, условные 100 рублей. Да, условные 100 рублей, и все. Здорово. Люди собираются, ходят. Вообще шикарно, это здорово. Просто мне куда-то уже лезть, там уже просто... Нет, ну, давайте... Когда ваше последующее мероприятие? Вот читайте там этот список, там каждую неделю кто-то ходит куда-то, да? Да и по лекциям так же. У нас все время какие-то мероприятия проходят. Кто-то приезжает, что-то там рассказывает. Вот, кстати, это... Вот мне кажется, все-таки мы какое-то заранили зерно, там, или что-то, что это вот начинает там... Расцвело, я сейчас считаю. Отлично. Здорово. Мне хватает научной коммуникации вот так. То есть, и командировки, и конференции. Я очень... Вот недавно какие-то картинки у вас... У Романа Владимировича есть Инстаграм. Обязательно, дорогие читатели, подпишитесь на него. Там бывает интересно и смешно. Вот, там подписи бывают всякие разные смешные к картинкам. Так и не ждешь от человека из профессорской среды таких подписей. Так что это рекомендую. Нет, ну там все прилично. Расскажите, там вот про Кириенко какие-то... Куда-то съезд политологов. Что такое было вообще? Ну да, это в сентябре. Там довольно долго был в Москве на разных мероприятиях. В том числе там был съезд Российского общества политологов. Там выступал Кириенко. Кириенко – это замглава администрации президента. Ну, тот, который занимается политической... Который дефолт, который устроил. Нет, этот был давно. Он тогда не был замглавой администрации президента. Кириенко – это был премьер-министр. А сейчас он занимается политической всей жизнью в России. И Памфилова там выступал. Как-то мы тут общались и так далее. То есть, было интересно достаточно. Что вам сказал Памфилов про выборы? Или что вы ей сказали про выборы? Ну, это было после первого тура еще. Второго тура еще не было. И там, ну так. Вот это долгий разговор. Что ты сказала? А вы узнали вообще? Вот мы с вами тут общались. Вы узнали что-то про какие фальсификации были, например, на втором туре. Про то, как не пускали людей из УИКов с протоколами за Сипиагина. Сегодня прочитал на одном из... Можно называть? Да, конечно. Наши коллеги из Зебры. Мы их любим. Да, хороший материал. Отличный материал. Надо дожимать эту тему. Очень хорошо. Мы, кстати, посчитали на прошлой неделе. По-моему, был текст у нас. Мы посчитали там по УИКам. Нашли вот эти участки, где перевертывшие были. Да это... Вы что там считать? У меня просто времени нет. Я раньше занимался анализом электоральной статистики. Есть публикация и книга целая. До 2009 года еще можно было изучать, она что-то отражала. После 2011 года она уже фактически ничего не отражала, потому что там велика доля искажений, как я, так сказать, аккуратно это называю, которые проистекают из-за фальсификации. Вот если их взять, просто перевести в графики, вы это все наглядно увидите. У меня просто сейчас нет времени, возможности это все переводить. Я раньше этим занимался и делал. У вас же есть студенты в президентской академии. Ну, политологов там нет, у нас мы не выпускаем политологов. Я, так сказать, волк-одиночка. ГМУ надо. Я волк-одиночка. Это у вас государственный и гражданский служащий. Это же они этим занимаются, по большому счету, фальсификациями. Им самое время в графики увозить. Получка не этим занимается. Дальше у меня студентов как таковых нет. Поэтому возьмите, посмотрите. Это очень интересно. И там все наглядно видно. Я так прикинул на глаз, как можно сделать. Ну, понятно. Что там все очень хорошо видно. Есть методика нашего коллеги из Москвы Шпилькина. Очень интересная. Который все эти кейсы и Приморский, и Хабаровский, Хакасский и Владимирский уже перевел в графики. Но по своей методике. И там видно, где есть фальсификации. Там очень хорошо было. Он бы их публиковал. Кстати, они открыты. Можно в Фейсбуке его посмотреть. Собственно, это не проблема. Они не доказывают, конечно. То есть, нельзя сказать, что это доказательство. Но вопросы возникают. Потому что никакой суд не примет математические модели как доказательства. Это правда. То есть, нужны показания людей. У нас так устроено все. Но там видно, где что происходило. И почему. То есть, для читателей, слушателей скажу, что есть нормальное распределение голосов. И, в принципе, его можно предположить. А есть анормальные. Есть какие-то аномалии, которые возникают. Вот эти аномалии есть обычно. Места, где происходило искажение воли заявлений. Ну, просто мы заметили, что это было много где. Ну, вы понимаете, вы заметили, я заметил и так далее. У нас так устроена эта модель. Она устроена с 2011 года. А председатель Сберком говорит, что все честно. С 2011 года. Так, в 2011 году говорили. Извините меня. Вот с 2011 года они говорят, что все, вы не докажете. Не докажем ничего. А почему не докажешь? Ну, надо же уметь это фиксировать. Где эти наблюдатели? Где эти люди, которые это должны фиксировать? И грамотно доносить до суда это все. Где они все? Ну, в этот раз даже жечь не придется никакой тик. Никакой подвал. Потому, что все честно. Может, что и сожгут? Нет, это на самом деле было очень смешно. Просто когда члена цика не пустили. Хватит смеяться. Здесь должны быть заявления, непровержимые в суд. Где они? Ну, мы делаем, что можем. Ну, я не знаю. Нет, я не к вам притейзю. Смеемся, ругаем. Я просто говорю, с 2011 года этому должны научиться люди. Партии этому должны научиться. Вопрос, что у нас такая вся политика, что им это просто не нужно. Вот и все. Так вот, и людям не нужно большинство. Вы спросите, нужны это людям или нет? Вот нужно людям сейчас биться, чтобы отменить по 10 уикам результатов выборов. Мы знаем ответ с вами. Ну, какой? Нет. Вот, видите? А кому это нужно? Так, очередной вопрос от Алексея. Можно жизнь на это положить и добиться отмены через 10 лет лысым совершенно. А уже все равно два губернатора сменилось с тех пор. Да, да. Так, очередной вопрос от Алексея. Не могу не прочитать, а тоже уволят. По мнению Романа, вот этот протест на участках для голосования, он изменит поведение избирателей региона в долгосрочной перспективе? Серьезный политологический вопрос, наконец-то. Нет, нет, нет. Протест имеется в виду голосование за Сипягина. Голосование против Орловой. Ну, формально это за Сипягина. Да, мы можем только предполагать. Я уже где-то отвечал и говорил, что на самом деле мы не знаем, что там в головах людей. Но если ты пообщался с 10 разными людьми, и они все 10 сказали, что не знают, кто Сипягин, голосуют лишь бы против Орловой, то можно... Это еще ничего не значит. 10 это еще не 250 тысяч, согласитесь. То есть, все-таки здесь нужны исследования. Я как ученый вам говорю, просто ваши 10, которых вы знаете, это все-таки выборка очень односторонняя. Ну, и так далее. То есть, мы можем предположить, что действительно люди голосовали не за Сипягина, они его плохо знают и прочее. Предположение такое, как гипотезу можно высказать, доказывать ее тоже нет времени и сил, но пусть будет так. Изменит ли ситуацию? Да, изменит. Вот те 250 тысяч – это все-таки сила. Это все-таки... Ну, это не от общего числа избирателей это там... Получать четверть, да? Пятая даже. Пятая часть, да. А, миллион сто, да, у нас? Побольше, побольше. Да, 400, по-моему, даже. Нет, 400. У нас всего полтора миллиона в области. Нет, я про население согласен. Полтора этих самых избирателей миллион сто где-то там. Ну, вот 250 тысяч по голосовам. Да, это серьезно. То есть, если они увидели, что от них что-то зависит, ну, вот если бы сейчас еще где-то выборы быстренько прошли, там, да, и закрепили бы этот, значит, навык, но они только через год. Посмотрим, останется ли что-нибудь. Ну, там через год там будут всякие мелкие выборы, какие-то да, выборы. Ну, не говорите так. Через год все может быть, не знаю. Я намекаю на то, что неизвестно. Что Сипягин не устоит. Кто доработает, да, и как. Инсайт от Романа Евстифеева. Сипягин не устоит, и в следующем году будут выборы новые. Это не инсайт. Ну, слушайте, надо перейдет. Это не инсайт. Иван Иванович, это моя работа. Нет, работа ваша не передергивать, а объяснять. Это одна из возможных опций, которая стоит перед регионом. Такие опции есть и в других регионах, так везде. Потому что у нас снять губернатора, ну, нетрудно, так скажем. Не нам, а кое-кому, у кого есть на это право. Можно снять его по потере доверия, по непонятной совершенно формулировке. Что такое потере доверия? Выбирал народ, проголосовал, столько-то людей, столько-то процентов от избирателей. Нет, ну, справедливости ради скажем, что таких увольнений давно не было. Это, наверное, было увольнение тех, кого назначал президент. Ну, не только. Это можно, так можно снять и избранного президента, но избранного губернатора. Сейчас оговорка была, Роман Ильич. Можно, да. И президент только такой нет статьи в Конституции. Это не оговорка. Так вот, а здесь можно и любого. Но сейчас по-другому происходит смена. Если вы заметили, сейчас все-таки они сами подают в отставку. Сейчас так аккуратно все делается. Они сами избранные. По состоянию здоровья, по семейным причинам. Нет, даже там не указывается. Просто они подают в отставку, и все. В связи с переходом на другую работу. Их пристраивают куда-то там судостроительные компании. Кстати, бесконечная система не нравится. Даже если тебя уволят, ты все равно куда-нибудь найдешь, куда пристроиться. Это ладно, люди должны жить все-таки. Куда их, на пенсию, что ли? На пенсию не проживешь. И они не могут прожить. Сейчас интересная модель. Сейчас другая модель, которая, кстати, применена у Владимирской области. Вот она в Хакасии и Петербурге сейчас опробована. Когда назначается в Рио, который не идет на выбор. Или как в случае с Петербургом, так, который может не пойти на выбор. Там же назвали какую-то фамилию, как у другого человека. А в Хакасии точно не пойдет. То есть, его обещали вернуть обратно. Президент же предложил этому начальнику ФАСа, по-моему, или чего-то. К теме. Ну, то, что идти на выбор. Ну, смотри, ну здесь интересно. Это же намек. Ну, откажешь, что ли, президенту? Слушайте, это совсем другая модель. Раньше нам, вот как нам Светлану Юрьевну прислали подарка на мой день рождения в марте. Раз, получите, распишитесь и голосуйте. И деваться некуда. Мы там 70%, кстати, проголосовали. Ну, еще тогда могли за Сипягина проголосовать. 70% владимирцев, не забывайте. Вот где они все? Приседших на участки. Приседших на участки. Ну, там нормальная была явка. Нет, меньше, чем сейчас. 28, было сейчас 33. Ну, нормально, чуть-чуть. Все равно 70%. Смотри, вот подарочек такой. Она ИО в полгода, значит, она перестраивает всю модель под себя и все выборы под себя. А тут совсем другая интересная модель, когда ИО или ВРИО, если правильно говорить, назначается для проведения выборов. Это тоже интересно. Не знаю, как это сработает, но это попытка уйти от этого жесткого назначения. Это как бы система немножко вильнула. Посмотрим, что из этого получится. Я теперь не могу не задать вопрос, которым я начал в процессе этой беседы беспокоить. А что же будет с Орловой-то? Ой, почему она вас беспокоит? Ну, волнуйся человек все-таки. Не чужой нам теперь стал. Пять лет вместе все-таки. Ну, в логике вот того же Полтавченко, которого сделали руководителя. Вот с Орловой пока не прослеживается такая теория. Не верится, что вот ее возьмут сейчас и куда-то высоко-высоко назначат. Ну, я не думаю, что надо следовать прям так уж переживать. Все-таки российская пенсия, она дает возможность человеку жить и сейчас повышать ее еще будут. Пенсионный возраст увеличили. Ну, с ее зарплатой, я думаю, там можно было откладывать чуть-чуть. Ну, и все тогда, чего мы переживаем. Нет, то, что ее потенциал не воспользуем, это, конечно, очень жаль. Наверное, я бы предложил куда-нибудь ее все-таки в какой-нибудь другой регион, может быть, предложить. Света, ну, не получилось здесь, давай еще вот разбомбим Воронеж. Ну, не так, давайте быть честными, но не разбомбил Владимир. Ну, зачем так передергивать? Не надо. Не было бомбежки, не было того, что здесь все развалено. Мы сидим с вами в центре города, развалено, дымится все. Ну, кстати, соседнее здание дымилось месяц назад. Есть такие места, но все-таки это не так. Давайте, не то, что я оправдываю, нет. Просто чисто объективно. Владимир Владимирович сделал много хороших вопросов. Вот и давайте объективно смотреть. Но было еще много плохого и много обещанного. Просто очень легко так сказать, а, все развалило, все плохо, все в нищете и так далее. Ну, это как бы дало ее. Это не так просто. Реально это не так. Все сложнее гораздо, все сложнее. У него реально получалось что-то делать, и, может быть, надо было ее куда-то там направлять, чтобы она могла еще что-то делать. Если бы она не закрылась от всех нас, потому что ее бы направляли. Но направлять ее не получалось ни у кого. Поэтому вот это и беда тоже. И было 7 пятниц на неделю, и все чиновники страдали. Но к вопросу о будущем Светланы Орловой тут нельзя не вспомнить, как бывший вице-губернатор Владимирской области по строительству Дмитрий Анатольевич Хвостов, который сейчас является подсудимым сразу по куче эпизодов, по куче взяток, и набрал он там сколько-то квартир, автомобилей и 20 с лишним миллионов рублей взяток от владимирских строителей. И он тут на днях заявил, что вот сейчас Орлова уйдет. Я не дословно, но по смыслу. Сейчас Орлова уйдет, и я вам приоткрою суть своих уголовных дел. И тут вопрос о том, что же будет со Светланой Орловой дальше, играет новыми красками. Да? Вы мне вопрос задаете? Я не знаю. Роман Ильич, я ни разу не слышал, что вы что-то говорили про дело Дмитрия Хвостова. Возможно, у вас есть какая-то версия того, что происходит. Про дело Дмитрия Хвостова у меня нет версии, идет суд. Суд установит. Стараюсь следить за этим. А вы читали последние двое суток вот эти чудесные расшифровки его разговоров с другими людьми? Насчет расшифровок у меня есть своя точка зрения. Я не считаю себя компетентным, чтобы оценивать частную жизнь человека через его телефонные разговоры. Есть кому это делать, мне это не нравится. Я не считаю, что мы должны это выплескивать на людей. Есть те люди, которые законом должны... То есть, для чего это делается? Ведь это делается для того, чтобы понять, что происходило. Человек-обвинитель оправдать. И эти телефонные переговоры, его частная жизнь, она должна рассматриваться в комплексе всего дела. Я всего дела не знаю. Я вижу только телефонный разговор. Но, я не знаю, как у вас частная жизнь, она у меня тоже может быть бурная. Я тоже могу что-то говорить. А вот так же могу матом ругать? Запросто могу. Знаете, иногда бывает. Дорогие друзья, мне везло. Я, странно, очень много говорил по телефону, но не разу матом не слышал. Это шутка, на самом деле. Но, тем не менее, это моя частная жизнь. Я не хочу, чтобы в нее влезали без санкций на то. И вообще не хочу, чтобы читали никогда. Нет, там все по закону. Закон пусть читает те, кто разбирается в этом деле. Я в этом не разбираюсь. У меня нет других. Вы знаете, это же вырвано... То есть, в Владимирские СМИ неэтично поступили, когда публиковали переписки, делали расшифровки аудиозаписей телефонных разговоров, которые прозвучали на суде. Я не задаю стандарты этики, поэтому не буду оценивать. Я лично это не читаю. Вот моя точка. Как хотите, делайте. Если вы законно поступаете, ради бога. Абсолютно. Ну, это ваше дело. Но я это не читаю. Почему? Потому что у меня превратное мнение может сложиться вообще об этом во всем деле. Я не считаю, что... Знаете, телефонный разговор по одному телефонному разговору. Я тоже могу в телефонном разговоре назвать кого-то нехорошим словом. Кого-то там что-то еще. И так. Бывает такое. Сегодня такие всплылили имена. Почему нет? Я могу вас как-то обозвать, например. Кто-то мне сейчас позвонит. Да, это надоело мне. Это будет все минутное мое решение. Почему-то. Очень жарко, неудобно. Я могу разозлиться, еще что-нибудь. Ну, и что? А потом вы это... Ага, вот он меня назвал зеленым червяком. И все. Все играм напишут голос. Да, да, да. Ну что? Это частная жизнь. Это очень тонкая вещь, понимаете? Мы в частной жизни можем быть немножко не такими, как в публичной жизни. Это мое право. И зачем тогда... И с кем он там разговаривал, я не понял, с кем он там разговаривал. Самая знаменитая расшифровка – это с братом. Но там были... Ну, подожди. Где он разговаривает... Девица-губернатор разговаривает с руководителем крупных строительных компаний. То есть это не личная жизнь. Они друг с другом там, кто перед кем хочет показаться кем, кто к кому и так далее. Эти все, знаете, разборки неинтересны абсолютно. Сейчас, кстати, будет очень много обидок, я думаю. Мне интересен факт. И суду интересен факт. И вот эти переговоры, наверное, будут иметь значение для оценки тех или иных действий. Ведь судят-то за действия, на самом деле, а не за телефонный переговор. Вот надо разобраться в действиях его, и кто к этому привело, и кто туда еще, значит, причастен. Я думаю, что в этом должны разбираться как раз следствия, суд и прочее. Сегодня вот, например, просто мы в... А если залезать в частную жизнь, а то друг к другу, знаете, как обвиним? Это вообще мы друг на друга будем стоять волком. В частных разговорах подельницы Хвостова, которая сдала, собственно, написала я в Кусповинный, и поэтому идет по делу свидетелем, которая руководила стройкой школы номер 49 в микрорайоне 8 УЗ, та самая, которую Путин с зеленой папкой показывал президенту, которую Орлова пообещала сдать в декабре и до сих пор не сдала. Потому что в госзакупках нету галочки, что контракт сдан. А прозвучало, что вот эта вот женщина, она рассказывала своей матери о том, как, ну, прям, скажем, школа была построена наспех, тут вот что-то материалы какие-то были плохие, еще что-то. Тут возникает вопрос. Знаете, что я боюсь? Что вот, в принципе, я тоже могу какие-то... Я тоже имею отношение... Но вы, наверное, не являетесь фигурантом уголовного дела, к счастью. Я надеюсь, никто не будет являться. Пока да, но я тоже закрываю какие-то госконтракты, научные исследования и так далее, и могу к ним относиться очень по-разному. И мне кто-то скажет, ага, вот вы тут так говорите, вот мы вас прищучим, да, и прочее, и прочее. Ну, мало ли кто матери своей кому-то что-то говорит. Это абсолютно не имеет... То есть, это имеет отношение только к конкретным делам. Ну, поэтому я тут... Давайте не будем это вообще обсуждать. Пусть люди там компетентно разбираются. Я знаю, что вы все это рассказали, а теперь мы не будем это обсуждать. Меня все устраивает. Обсуждать содержание. Я их не читал, и содержание обсуждать не буду. Обсуждать надо их, не надо слушать, смотреть и так далее. Ну, это можно пообсуждать. Вот у меня такая точка зрения. Частную жизнь все-таки, давайте, охранять ее. Вернемся к делу как-то... И СМИ должны ее охранять, на самом деле. Ну, там личные данные-то особо не публикуются. Все равно частную жизнь должны охранять, а не распространять. Мне тревожно, когда с таким... Ну, как вы идете на потребу. Я понимаю, это же, так сказать, тираж, да, или, другими словами, просмотры, прослушки. Он говорит, ну, все равно, вы должны все-таки людей-то иному учить. Все-таки это неправильно. Наш руководитель, издатель сейчас внимательно вас слушает. Так что, если он вас услышит и подумает об этом, то... Да, ради бога. Вступайте, как хотите, это моя точка зрения. Давайте, Роман Ломич, тогда вернемся к более, я думаю, интересной. Оно, конечно, интересно узнать, как там вице-губернатор, с кем он там в бане. Нет, заметьте, про баню никто никогда ничего не пишет. Ну, будет еще про баню. Про баню будет. Нет, про баню про Владимира не будет писать. Да будет про баню. Суд дойдет. Обещаю, про баню не будет. Может, тут баню не ходит, я не знаю. Нет, ходит, ходит. Ну, значит, будет. Видите, знаете уже. Знаем, но не пишем. Роман Ломич, все-таки давайте обсудим тему, которая последние пару лет очень активно обсуждалась. Тему, которая на самом деле очень важна для города Владимира и Владимирской области. Тема, которая будоражила умы и сейчас отошла немножко на задний план из-за вот выборов, внезапных тут перемен в руководстве и того, что в ближайшие пару месяцев в Белом доме будут перестановки и так далее. И по-прежнему тема... Все-таки будут перестановки, несмотря на уход в отпуск, будут перестановки все равно. В ближайшие месяцы, месяцы будут. Конечно, будут. Ничего страшного, будут и поставят людей, которые будут работать. Однозначно. Ну и все, слава богу. Так вот, тема, о которой я хотел поговорить, это Владимирский музей-заповедник, то, что там сейчас происходит, то, что эта тема немножко сейчас потерялась на этом фоне. И, я так понимаю, что противостояние нового директора Игоря Конышева с... Ну, он же не новый, прямо скажем, да, уже сколько? Ну, в 20-м году. В 20-м году, да. И так называемой группы друзей-музеев, в которой вы являетесь активным участником, я так понимаю. Вы активно комментируете это и в СМИ в том числе, да? Если вы говорите, так сказать, чисто формально-юридически, я председатель правления общественного движения общества друзей Владимирского музей-заповедника. Тогда я точно по адресу. Да. Право, Владимир, что происходит сейчас? Что мы упустили в деле, так скажем, Владимирского музея-заповедника в кейсе, а пока наблюдали за выборами? Так вы все упустили, на самом деле, все уже произошло. На самом деле, музей, наверное, в своем разрушении прошел точку невозврата, так как, мне кажется, по моим оценкам. То есть, вернуть музей в прежнем состоянии мы уже не сможем. Значит, он разрушен. Новое ничего пока не построено. Но вот он разрушается. При этом разрушается не только сам музей. На мой взгляд, музей разрушает и... Вернее, с разрушением музея мы теряем и часть своей региональной идентичности. Я вообще ставлю параллель такую. Разрушится музей, разрушится и Владимирская область. Это очень громко. Почему? Это не то, что громко, это реально. Потому что музей, если вы помните его историю его создания, даже в конце XIX века, когда создалась Владимирская ученая-архивная комиссия, это была попытка собрать те ценности, сведения о том, как развивалась Владимирская земля. Собрались ребята, купцы, ученые, не совсем ученые, архивисты. Решили, все, надо сохранить. Надо создать что-то такое, чтобы Владимирская губерния сохранилась в веках. И начали эту работу, а уже Государственный Владимирский музей, заповедник, уже в середине только XX века был создан в том виде, в каком он есть. Он действительно концентрировал в себе то, чем гордимся мы, те ценности. И задача была сохранить, передать и научить наших детей вот этому чувству патриотизма, тому, что мы живем в Владимирской области, и начиналась Российская государственность. Теперь задача у музея другая. Теперь задача у музея собирать посетителей, туристов и так далее, и показывать всякие чудеса. Которые не всегда относятся вообще к Владимирской области. Ну, это такой выставочный вариант. Задача прокачивать через выставки как можно больше туристов. Вот такая задача. И денег. Ну, естественно, отсюда вынимать деньги у туристов, и все. Показывать им всякое, ну, что угодно, да, хотите там, ну, то есть, как бы на потребу толпы. Задачи сохранять наше наследие, вот наши с вами ценности, задачи этой нет. Вот последнее решение, из музея убирается наука, который, ну, там были ученые, ну, были. Какие-никакие, но были. Там у меня тоже к ним много претензий. Я понимаю, что музейная наука там застоялась давным-давно, с ней надо было что-то делать. Но их просто теперь сократили, перевели там в каких-то смотрителей, там еще чего-то. Они будут просто заниматься выставками, созданием экспозиции, и все. Никакого изучения, сохранения, даже реставрации научной это уже за собой не несет. Вот и все. То есть, это не музей, по сути, это выставочная контора. Вот и все. Ну, вот я сегодня был в Макдональдсе. Да, очень хорошо. И там лежит газета Владимирские ведомости, вот там в каком-то окошечке. Я вот его взял и там полистал, и там разворот про музей целый. Там на одном написано, что вот в музее что-то какой-то непорядок. Прямая речь Игоря Конышева. И справа, кстати, целый разворот, целая страница с вами, с вашей версией того, что происходит. И вот там есть комментарий Игоря Конышева, он пишет, что ну вот у меня там нигде в техническом задании, или как это правильно называется. В госзадании нет ничего про то, что у нас должно быть наук. У меня зато есть вот такие вот задачи. В госзадании действительно нет, и там не написано, что Успенский собор должен быть сохранен. Там этого нет. Давайте сожгем его. Вот Тарковский недожог, давайте мы Конышев его дожгем. Там нет Дмитриевского собора. Госзадание – это формальный документ, который получает директор музея и музей в целом. И там есть формальные показатели в виде цифр каких-то. Количество экспозиций, количество экспонатов и так далее. Вот и все. И этим, знаете, вот этим козырять и говорить, что там нет науки, это, знаете, не профессионализм, а дилентантизм, я бы сказал, вообще губительный. После таких заявлений надо просто, так сказать, увольнять человека, и все. Ну, человек может приехать с другой задачей, он так ее понимает. А я о чем и говорю? Задача разрушить, вот она почти выполнена. Нет, у него задача какие-то деньги там, видимо, принести, сделать из этого бизнеса. Если мы меняем деньги на нашу региональную идентичность, если мы меняем деньги на наши ценности и так далее, то я против таких денег. Это она для вас региональная идентичность, а у него он по-другому смотрит на все. Ну, только для меня, а для полутора миллионов владимирцев. Давайте тоже. Так, подождите, а у вас есть выборка на полтора миллиона владимирцев? Есть. Мы делаем ежегодно, делаем исследования, называется на социальные самочувствия, социальные согласия Владимирской области. Я являюсь научным руководителем большого коллектива, который ежегодно участвует в конкурсе. Вы об этом, кстати, писали. О том, что Ранхейк, значит, выиграл конкурс на какую-то сумму денег Владимирской области. Но это серьезный конкурс. Там участвуют даже московские конторы. И мы делаем серьезные исследования. Президентский грант? Это конкурс, который объявляется администрацией Владимирской области. Ежегодно это исследование проводится. И мы туда плотно вошли, в эту работу. Четыре года делаем ее. Я считаю, там отличные получаются результаты. Готовим сейчас монографию, чтобы это стало доступно все. Можно было все похоронить, поскольку есть заказчик, и он отвечает за... Но мы попросили разрешение публиковать, и заказчик согласовал нам. Мы сделаем книгу. А заказчик это кто? Администрация области. Более конкретно, более предметно. Ну, там вице-губернатор, один из вице-губернаторов. Сейчас не помню. А вот сейчас вице-губернатор сменится, и вам скажут, что сворачивается. Может быть. Я ничего не могу... Ну, я думаю, что разрешение получено, и мы эту монографию уже готовим. Я думаю, что там нет секретных книг-сведений, просто это как бы этика научных исследований. Так и что же там все-таки про музей? Так вот, не про музей, а про региональную идентичность. Один из вопросов, который мы задаем, это кем вы себя считаете, кому себя относятся, какие ценности и так далее. Так вот, я вам скажу, что ощущение региональной идентичности у людей довольно сильное. Мы не спрашивали специально про музей. Мы не знали четыре года назад, что у нас анкета одинаковая все четыре года, то есть мы можем сравнивать. Четыре года назад мы, конечно, не знали ничего про музей, но про региональную идентичность я могу отдельно рассказать, с графиками и так далее, показать просто времени. И я вам говорю, как исследователь этой проблемы, скажу, что наша выборка показывает, что большинство владимирцев относятся к этому очень трепетно, к региональной идентичности. У меня есть исследование, которое я проводил и в городе Владимир, большое межрегиональное исследование. Я с ним уже много раз выступал и показывал Владимира Ярослава Смоленского. Мы брали, сравнивали городскую идентичность. И там тоже это очень ярко видно, что Владимир очень ценит свою региональную идентичность. Ну, подавляющее большинство. Все об этом думают. Ну, Роман Владимирович, ну, как, ну, путинский 86%, там, 51%, 100%. Ну, слушайте, если вы хотите... Ну, просто пример. Вы хотите простых ответов на сложные вопросы. Там же есть конкретный вопрос. Да, я как исследователь вам не дам. Сколько назвали музеи в качестве идентичности? Музей присутствует, кстати. Вот как это неудивительно, музей там присутствует. Там есть другие еще там. Но музей, сейчас точно не помню. Ну, возьмите, посмотрите. А меняются чисто цифры? Растут цифры. То есть, на фоне разрушения музея растут? Между прочим, это почти единственное, что скрепляет. Вы говорите, скрепы, скрепы. Так вот, единственное, что нас скрепляет, это не экономика. Она нас разносит вообще. У нас люди уезжают. И все больше и больше хотят уехать из региона. Экономика нас не скрепляет. Она нас разносит в те места, где интереснее и где, так сказать, лучше. А вот то, что нас скрепляет, это принадлежность к Владимирской земле, к Владимирским ценностям. Но она очень слабенькая. Понимаете? Музей, власть региона над этим не работает. Она придумывает какие-то вишни там, тра-ля-ля новые, которые, новоделы, которые... Ну, надо еще там 10 лет над этим работать, чтобы это нас скрепляло. Это хорошая вещь. Но с этим надо работать. А теперь все обрубилось. А вот это все не вытаскивается и не становится объединяющим. Вот вы же вспомнили мои экскурсии, которые мы делали. В основе их тоже лежала попытка создать нечто, что нас объединяет. Попытка это вытащить, потому что это основа нашей жизни. Потому что из этого без доверия друг к другу мы не можем как в область существовать. Ведь есть угроза, что не будет региона вообще, понимаете, Владимирской области. И его не будет через какое-то время. Укрупнение регионов будет все равно однозначно. В таком виде регионы не могут долго существовать. Они экономически уже разрываются. А вот если культурно его стянуть, тогда еще можно надеяться, что могут существовать. То есть будет скрепа такая. Владимир Суздаль такая большая жирная скрепа. Можно еще кого-то присоединять. Можно часть Ярославской области. Гипотетически Владимирская земля, она больше же была, чем Владимирская область. То есть об этом надо думать. Я не знаю, кто это будет тогда об этом думать. Пока никто об этом не думает. Музей думает о том, как деньги прокачать через себя. Ну и что? При этом продает нашу историю. Вы заметите. Нашу историю. Вашу, мою. Продает за хорошие деньги. Продает. И будет продавать, пока она не развалится вся. Ну это неправильно, я считаю. Вы когда-нибудь разговаривали с Конышевым? Нет, я не знаком с ним. То есть это не получалось? Ну как, мы же приглашали его на разговор, на общественный слушатель. А, да, он не пришел тогда. А что я еще могу сделать? Ну вот если вот вы сейчас пойдете по центру встретить его, он будет идти с трубкой? Ну серьезный человек, я не знаю, как с кондачка с улью. Давайте мы с вами поговорим на улице, постоим. Ну мы с вами, а что нет? Мы с вами давно знаком. Ну я-то с ним не знаком. Что я подойду как-то? Это не очень хорошо. Известный человек, вы известный человек. Я не считаю себя известным. У вас хорошая узнаваемость в городе. Я обычный человек, поэтому что я буду? На улице подходить, это нехорошо. К знакомым людям можно, к незнакомым я не подхожу. Меня в детстве научили, что нельзя с незнакомыми дяденьками на улице разговаривать. Потому что мало ли чем это закончится. Тонкий намек от Романа Евстифеева. Хорошо, я сейчас в стиле, есть такой Юрий Дудь в интернете, он всегда задает вопросы, оказавшись перед Путиным в конце, что вы ему скажете? Оказавшись перед Конышевым на публичном мероприятии, куда он, возможно, придет, что вы ему скажете? Я ему спрошу, где концепция музея? Где концепция развития музея? Мы же об этом в мае говорили. И если бы сейчас было понятно, куда музей двигается, можно было бы что-то предпринимать. А ведь он прячет ее. Непонятно, что наука будет... Он же не может сказать, наука будет разрушена. У нас концепция, что хрен вам, а не наука. Ничего не будет. Он так же не может прямо сказать. Но подспудно так все происходит. Было же какое-то заявление, что якобы уже все готово и согласовано с министерством, вся концепция. Ну что и где она? Согласовано, да. Точнее, их заявление было, знаете, это смешно просто. Было, она вроде как показана. Какие-то слайды даже были показаны. Смешные такие. Ну и все. Вот и вся концепция. Эти слайды где-то есть, их можно смотреть. Это не концепция. Мы же знаем, что такое концепция. Вы же учились в институте, да? И даже закончили. И даже закончил с первого раза. Прошу прощения. Мы с Романом Владимировичем учились на одном факультете и даже, возможно, на одной кафедре, но по нам это не видно. Я согласен. Просто я еще много где учился, Дима. Потому что я дальше еще учился много. Ну ладно, я еще моложе в два раза. Хорошо. Вам еще все впереди. Спасибо. Роман Владимирович, давайте тогда сейчас еще пройдемся по комментариям. Что у нас тут набежало? Так, Мария Никитина в Фейсбуке спрашивает. Вы пока написываете комментарий, у вас последний шанс сегодня что-то узнать от Романа Ефтефеева. А то, если вы увидите его на улице и подойдете к нему с каким-то вопросом, он от вас отойдет и ничего не скажет. Потому что с незнакомыми дяденьками и тетеньками, я думаю, тоже. С тетеньками проще мне. Я более благосклонен. Если вы девушка, то подходите к Роману Ефтефеева на улице. Более благосклонен девушка, конечно. А если вы бабушка и вас зовут Светлана? Так, у губернатора нет частной жизни, и у ее замов тоже, они на госслужбе. Это вот к вопросу про, видимо, переговоры. Ну, у кого-то такая точка зрения, ради бога. Я считаю, что у всех есть частная жизнь, и нет такого, что человек отказывается от частной жизни. Нет. Есть, конечно. Тоже, наверное, к вопросу про Орлову, которая сделала что-то много хорошего. Вот пишут о лоббировании Орловой мусорного полигона в 1500 гектар в Киржачевском районе. Это преступление. Ну, наверное, да. Вы еще пока не чувствуете ароматы? Глубоко не погружен в этот вопрос. У вас дача в какую сторону? В другую. В другую. Роман Отефеев, которого дача достаточно далеко от Киржачевского, Петушинского, Александровского районов, допускает, что мусор в Киржачеве – это преступление. Мусор московский. Ну, преступления везде. Допускаю, что у нас везде есть преступления, просто бы их еще не раскрыть. Везде они есть. Ну, вот сейчас Сипягин, смотрите, Сипягин вписался в тему мусора. Он заявил, что у нас мусора не будет и так далее. Но я подозреваю, что если в Москве ему скажут, Володя, ты давай вези и не выпендривайся, он запустит этот мусор официально. И там же утверждена эта схема, где 10 мусорных прегонных современных. Давайте возвращаться с самого начала, если вы не забыли. У него есть проблемы с легитимностью. Ему нужно, если он хочет сейчас эту легитимность нарастить, она ее может нарастить, принимать какие-то решения, которые будут, безусловно, выполнены. Тогда легитимность будет расти. Если он будет принимать решения, которые по каким-то причинам могут быть невыполнены, его легитимность может вообще раствориться. И это будет понятно, когда это станет понятно уже там наверху, тогда будет уже принимать решение. Сложная ситуация, но вот мы все поставлены на такую ситуацию. Не мы ее начали, я все-таки об этом не сказал, скажу. Все началось еще раз, в марте 2013 года. Нас поставили в ситуацию у Владимирцев, когда нам прислали такой подарок, который мы не могли не принять. Мы его приняли. Я еще раз скажу, вы могли все проголосовать за Владимиру Сипягину в 2013 году, выбрать его. Владимир Сипягин участвовал в выборах, вы не знаете, но Владимир Сипягин в 2013 году участвовал в выборах губернатора и набрал там, если я не ошибаюсь, 3% голосов. Вы же понимаете, что как его не хотели выбрать в 2013 году, так, в принципе, наверное, не хотели. На самом деле, не хотели в 2018. Хотели другого совсем. Концепция изменилась, вы сказали, что не факт. Ну, я сказал, что мы так предполагаем. Мы предполагаем, что так. А вот точно я так не могу сказать. Предположение же могу сделать, я предполагаю. Но это надо доказывать. Но я придерживаюсь вот этого предположения, что если мы проверим, наверное, так оно и есть. Мы не можем проверить, у нас нет средств и времени, чтобы это проверить. В науке так, к сожалению, бывает, когда что-то хочется проверить, а невозможно. Потому что цикл исследовательский, он долгий, и мы получим результат, когда это будет уже не очень интересно. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет очень много возможностей и очень много вещей, которые мы будем проверять на себе. На себе, да. Но с научной точки зрения это другие вещи. На себе я тоже много чего проверяю. Но наука требует все-таки других доказательств, другой системы доказательств. И у нас, кстати, она очень слабо развита, наука. Это правда. То есть мы даже при принятии решений довольствуемся обыденными интуициями или поговорил с кем-то. Потому что Светлана Юрьевна также принимала решения. С кем-то поговорит и примет. Вот поговорила. Надо сказать, она, конечно, была чрезвычайно импульсивная женщина. Ну, а кто не импульсивный? Да. Мы все импульсивные. Ну, мы контракт с Синоградовым, конечно. Ну, это другой тип совсем. Это же советский тип руководителя. Совсем другой. Уходящий тип. Так и она советский тип. Ну, другой. Она уже поздний советский совсем. Виноград все-таки был вторым секретарем обкома КПСС. Это же другая должность. Туда просто так не берут. И выходил, кстати, общался с протестующими в 89-м году. Я прекрасно помню эти моменты у Белого дома. Толпа людей, протестующих. И он к ним никто не выходил. Он сам выходил и общался, будучи еще молодым довольно человеком тогда еще. Выходил и общался, и открыто в толпу, без телохранителя, без ничего, так сказать, разговаривал с возмущенными людьми, успокаивало. Это дорогого стоит, на самом деле. Хорошая школа. Я смотрел в 90-е. Это ролики такие из 90-х, когда вот он в каком-то там огромном черном кожаном пальто, я не помню. Это было такое непонятное. Да, был такой момент. Тяжелые времена были, да. И он выходил, и в 90-е там с какими-то голодающими людьми, которые бабушки стоят перед Белым домом. Тогда же, понимаешь, не было системы коммуникации. Никто не знал, что с этим делать. Разгонять тогда еще не умели так, как сейчас умеют. Тогда нужно было что-то разговаривать. Из обкома никто не шел. Его туда выталкивали, он шел. Уложил, утрясал. Ну, в смысле, иди давай, ты молодой самый секретарь обкома, иди разговаривай. А старики сидят там, не хотят выходить. Сейчас можно сказать, что вы все трусы и мрази, и провокаторы, и это третья сторона какая-то устраивает провокации. Ну, смотрите, насчет третьей стороны, это не только так Светлана Юрьевна считает. Сипягин уже заявил о провокациях с третьей стороны. Да, новый в Рио Санкт-Петербург говорит, что главная задача, чтобы из Запада нам сознание поменяли. Да, это у них там что-то сидит в головах. Но это вот у них какое-то такое советское наследие. Да не советское, это уже новое, это не советское наследие. Что в Советском Союзе... Нет, они сами советское наследие. Они-то, может быть... Ну, не надо, нет, они уже... Это новодел, это не советское. Вот Виноградов советский, а эти все новоделы уже. Они тоже по за 60 все. Ну, что? Это... Нет, Виноградов гораздо... Нет, я согласен, что разные информации. Во-первых, постарше. Во-вторых, их политическая карьера началась в 90-е годы. Виноградов гораздо раньше. У них пошла одновременно с Владимиром Владимировичем. В 90-е годы. Это вот наследие тех годов, когда там отдельная история, что там происходило, и нулевые годы вообще. Поясню, новый в рио губернатора Санкт-Петербурга, это Александр Беглов, который ранее был полпредом в ЦФО, и он очень много приезжал во Владимирскую область периодически. И, как рассказывают злые языки, шепчут пташки, выражаясь языком телеграм-каналов, периодически хотел снять Орлову и писал там какие-то бумаги в Москву. С должности. С должности снять Орлову. А откуда еще можно? Ну, не знаю. Светки. Снять ее с должности, но каждый раз это где-то там на более высокой ступени стопорилось, и говорят, наверное, какой-то позитиванный. Но это злые языки, я повторю. Кто-то говорит снять, кто-то лоббировал, говорят по-разному. Тут, знаете, разные истории есть. А может, сначала то, потом другое. Мы теперь посмотрим, кто будет стопорить и лоббировать Владимира Владимировича. У нас в Владимирской области теперь и свой Владимир Владимирович. Мелочь, а приятно. Ну, может быть. Возможно, кто-то перепутает. Позвонит Сипягин какому-нибудь министру, там через секретаря скажет... С вами будет Владимир Владимирович. Да-да-да. И тут сразу калинкор другой у чиновника будет. Сразу миллион выделит Владимирской области. Давайте-давайте. Хорошо, без проблем. Ну, дай бог. Так, дорогие читатели, я думаю, что мы можем еще с Романомом очень долго говорить, мы сейчас это продолжим, но уже вне эфира. Сейчас я попытаюсь фокусироваться на этой кнопке «Остановить трансляцию». Спасибо, что следили за нами. Я думаю, что на следующей неделе проведем тоже эфир. Ждите. И, возможно, еще мы начнем делать другие беседы в этой самой студии, но они будут уходить уже в записи. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова